Закончили в прошлый раз на пункте 1.3, который назывался объявление определения области видимости. Мы поговорили о том, что я произнес глубокую мысль, что на самом деле программа на C++ это последовательность объявлений, и что вы на самом деле все, что вы делаете, это последовательно объявляете какие-то сущности, переменные, функции, классы. Можно много чего объявлять. Мы закончили на том, что можно объявлять namespaces. Ну и еще можно объявлять юзинги. Про юзинги я не успел сказать. Юзинг это слово, с помощью которого вы можете либо привнести, либо переобъявить то, что вы раньше объявляли, но уже в новой области видимости. Ну то есть, например, если у вас был глобальный, у вас был Y в каком-то пространстве имен, а вы хотите, чтобы он стал у вас в мейне доступен, вы можете написать using n2.x. Ну то есть, как работает юзинг? Вот если вы хотите из мейна, например, вот отсюда, обратиться к x, который был в пространстве имен n, то вам надо написать n2.x. Если я просто напишу x, то будет непонятно, какой это x. Ну то есть, если я напишу stcout x, у меня будет ошибка непонятно, какой x. Ну давайте я это продемонстрирую. Хорошему еще stcout не будет ошибка? Нет, у меня... ...иострим заинклужен. Вот, ну давайте я вот это сотру, чтобы не было каких-то лишних непонятных проблем. Вот, мне говорят x was not declared in this scope. Вот это часто встречающаяся ошибка. Was not declared in this scope. Что это значит? x был не объявлен в данном сколпе. Что такое сколп? А сколп это как раз область видимости. Вот то, что ограничено фигурными скобками, называется сколпом. Областью видимости. Вот, сколп бывает глобальный, а бывает локальный. Бывает еще другой, но об этом мы поговорим попозже. Значит, у вас есть глобальный сколп. Вот то, что вы объявляете в глобальном сколпе, например, int a. Оно, видимо, отовсюду. Вы можете из какого угодно места обратиться к a, вот к этому, которое глобально объявлено, и все будет нормально. Но вот x объявлен не глобально. Он объявлен в пространстве имен. И поэтому, чтобы к нему обратиться, мне нужно указать, откуда я его беру. Вот так будет нормально. Но я могу сказать, что я хочу этот x привнести в эту область видимости. То есть я хочу сказать, что x, который из пространства имен n, пусть в рамках текущей области видимости называется просто x, чтобы не писать каждый раз n двоеточие двоеточие x. Вот если я написал x двоеточие x, using n двоеточие x, а потом обращаюсь к x уже без уточнения откуда, то все хорошо. Вот это using для принесения какого-то имени в данную область видимости. То же самое я могу сказать... Ой-ой-ой, что-то я сделал плохое. Я могу сказать using глобально. То есть я могу сказать вот здесь, допустим, using n двоеточие x. Это будет означать, что я глобально... Теперь я объявил x в пространстве n, но дальше я глобально объявил x с помощью using. Я взял x, который был в пространстве имен n, и вынес его как бы наружу. x будет тем же самым, просто отныне все, что ниже этого using, если я обращаюсь к x, то будет считаться, что я обращаюсь к x из n двоеточие x. То есть я сделал using на глобальном уровне. Я могу using делать, понятно, на любом уровне. Я могу вот здесь, например, сказать using n двоеточие x. Тогда это будет означать, что в рамках этого скоупа, в рамках namespace этого... А, ну это глупо, потому что это тот же самый namespace, да. Но вот если бы это был другой namespace, например, n, то здесь опять, когда я обращаюсь к x, было непонятно, что за x. Но если я скажу using n двоеточие x, будет понятно, что имеется в виду x из namespace n. Это первый случай использования using. Второй случай использования using, когда я могу написать просто using namespace n, допустим. Если я пишу using namespace n, это означает, что все вообще имена, которые были объявлены в этом namespace, отныне выносятся наружу, как бы считаются видимыми в моей области, в которой я написал using namespace. Вот. Ну вот в данном случае я написал using namespace n глобально. Это означает, что отныне глобально вот все, что ниже этого using namespace, будет... Ну как бы считайте, что вот вы повторили все те объявления, которые у вас были в namespace n, на глобальном уровне. Но только это не... Вы не новые сущности объявили, вы как бы все те сущности, которые были в namespace n, сделали видимыми на глобальном уровне. То есть теперь отовсюду, откуда бы вы ни обращались к сущностям из namespace n, вам не нужно указывать namespace. Можно вопрос? Да. Если мы объявили функцию до using namespace, а потом объявили ее... определили ее после и использовали там какую-то переменную из n, будет работать? Думаю, да. Подожди, я не понимаю, что... Ну вот мы сделали функцию f, давайте там не x, ну, не важно. Ну вот я определяю функцию и что? То есть мы ее в namespace n сделаем, потом объявили в namespace n. А давайте функцию документа изменим не на x, а на b какой-нибудь, а какая разница? Пытаемся вывести себя от x. А, ну нормально. Должно сработать, по идее. Будет иметься в виду этот x. Ну то есть using namespace n, это работает на очень... Разрешение имен работает на очень ранней стадии компиляции, то есть просто когда компилятор видит имя, он пытается понять, что оно означает. И если он, если в этой области видимости его нет, значит он там думает, а не было ли имен, которые привнесены с помощью using или там глобальных. Ну в общем, да, это будет работать. Ну да ладно. Это второй случай, значит, второй случай использования using, это using namespace. Я могу написать using namespace, разумеется, и локально. То есть я могу внутри какой-то функции, например, внутри мейна, написать using namespace n. И тогда на уровне этой функции, вот в рамках этой функции, будет понятно, что x берется из m. А если бы я не написал, то, разумеется, было бы непонятно, что нету глобального x, нету локального x. Ну вы, наверное, знаете, что часто using namespace используется для чего? Для того, чтобы стд не писать постоянно. Я могу написать using namespace стд, и тогда все, что я использую из пространства имен стд, мне не нужно будет предварять префиксом стд двоеточие двоеточие. Но возможно вы также знаете, что это по кодстайлу нерекомендуемая вещь. То есть не рекомендуется писать, уж точно не рекомендуется писать using namespace стд глобально. Using namespace стд локально для своей функции, в принципе, иногда бывает полезно, но все равно не очень хорошо. Особенно если функция большая. Но если у вас функция маленькая, и вам просто там не хочется лишний раз, ну там кажется красивее так будет, то ладно. Но глобально писать using namespace стд очень не рекомендуется по кодстайлу. Может кто-нибудь даже знает почему. Ну там есть всякие стд лфт стд. Да, значит, вот почему не рекомендуется писать using namespace стд? Потому что тем самым вы привносите в свою область видимости огромное количество имен, о которых не подозреваете, но которые начинают конфликтовать с вашими именами, возможно. И если для имен переменных это еще не так страшно, потому что, ну если у вас конфликт имен переменных случился, у вас просто будет ошибка компиляции. Ну вы обращаетесь к переменной, допустим, а она неоднозначное обращение к переменной. Ну вот если у вас будет конфликт имен функций, то это проблема. Потому что функции, они умеют перегружаться. То есть у вас может быть несколько функций с одинаковым именем, но с разными типами принимаемых значений. Вот. И, ну например, я не знаю, там вот есть функция distance. Да, вот вы захотели объявить функцию distance для посчитать расстояние между двумя точками, допустим, на плоскости. Но до этого у вас написано using namespace std и что-то заинклужено из std. И вы совершенно забываете, что в namespace std тоже есть функция distance, которая, причем не просто есть, она еще с разными, ну у нее есть разные версии, она там разные варианты, чего может принимать. И если вы определили свою функцию distance, а еще написали using namespace std, из которого прилетело много других версий функции distance, то вы можете таким образом нарваться на очень трудноуловимый баг. Потому что когда вы будете обращаться к функции distance, вы незаметно для себя будете вызывать не свою функцию distance, которую вы написали, а функцию, которую вы привнесли из std, которая делает что-то другое. Но компилятор не поругается и вам ничего не скажет. То есть вы, случайно забыв о том, что есть функция distance с таким именем и другими типами, будете вызывать ее, а не свою версию. Ну это просто простейший пример для функции distance, но не только для функций, для классов, ну и для многого чего прочего. Короче, это чревато неожиданными проблемами, если вы привнесете в свою область видимости имена из namespace и забудете, что у вас такие же имена есть свои собственные. Это может вызвать конфликт имен, и случайно будут выбраны имена из namespace, а не ваши. Короче, это рискованно, лучше так не делать. Но мы увидим в дальнейшем, наверное, примеры какие-нибудь. Третий вид юзинга, значит, бывает using namespace, бывает using имя переменной. Вот, кстати, насчет юзинга имя переменной. Если вам, например, вас задалбывает писать using, вас задалбывает писать std seout постоянно, вы можете написать using на конкретное имя из namespace. Например, вы можете написать using std seout. seout это же переменная, как вы помните. seout это некоторая переменная, объявленная в namespace std, которая имеет тип std ostream. Ну, вы можете написать using std seout, и вот произойдет ровно то, что с x раньше у нас происходило. Теперь наш seout будет браться из namespace std, и нам не надо будет явно указывать, откуда он берется. А вот для x сейчас неверно. Надо указывать, что он берется из namespace, потому что непонятно, потому что namespace n я стер. Вот. Можно, кстати, юзинга через запятую, по-моему, несколько перечислять, хотя я что-то... Ну, по-моему, можно, да. Вот. Начиная с C++17, можно. То есть C++17, это он просто возьмет право, потому что оператор запятая? Нет, это не оператор запятая. Не всякая запятая в коде является оператором. Когда вы что-то перечисляете, и это не является экспрессионом, то это не оператор запятая. Про оператора мы поговорим сегодня. Когда вы аргументы функции перечисляете, это тоже не оператор запятая. Вот. Нет, но тут просто нет, как я делаю. Но это не экспрессион, а declaration, поэтому это не оператор. Вот. Про операторы мы сейчас поговорим. Это хорошее замечание. Мы сегодня поговорим про операторы подробно. Вот. Третий вид юзинга, Это когда вы делаете алиас для типа. Например, вы, ну, кому я рассказываю, вы все прекрасно знаете и наверняка грешили этим. Вот у вас есть std-vector, да? И вам не нравится писать std-vector-int? Вы хотите сказать, вы хотите вместо std-vector-int писать v? Бывало такое? Кого было такое? Нет? Признавайтесь, давай. Да все так делают. Чего вы стесняетесь? Все так делают. Вот это база, да, хорошо. Но using v равно std-vector-int. На самом деле v это текстовый редактор такой, как вы помните уже теперь. Только точку запятой. Нет, так не получится. Сейчас, сейчас, поговорим об этом. Значит, вот, using v равно std-vector-int. Отныне в этой области видимости v это будет в точности то же самое, что вектор-int. Надо понимать следующее. Когда вы пишете using, вы не объявляете тем самым новый тип. Вы создаете новое название для того же самого типа. v и std-vector-int это один и тот же тип. А type-dev создает новое? Нет, type-dev тоже делает одно и то же самое. Что может быть при using? Using от type-dev отличие в том, что using он более интеллектуальный. Например, он умеет с шаблонными типами работать, а type-dev не умеет. Ну, например, using можно сделать для... Например, можно сделать так. Ну, это немножко забегание вперед, но тем не менее, для тех, кому интересно. Я могу сказать так. Using v равно std-vector-int. Я могу вот так сказать, и это будет означать, что для всех t я объявил... Я сказал, что v с уголых скобочках t это то же самое, что вектор-int. Вот using так умеет. Вот type-dev от оси стайл объявления, и оно, в общем, рекомендуется его... Ну, вот так. Ну, я не хочу на этом останавливаться, потому что мы это вперед забегание. Вот. Но, короче, если вы пишете на плюсах, то рекомендуется type-dev не использовать, а использовать using. Потому что он, скажем так, умнее, но он лучше читаемый и больше умеет. А type-dev это просто легоси. По семантике они отличаются... По семантике они делают одно и то же, да. Просто using считается, что красивее читается, легче. И в type-dev еще постоянно запутаешься, какой тип ты новый объявил, какой тип ты старый. Да, но бывает еще type-dev, это правда. То есть можно сказать type-dev. И я постоянно забываю, как... Да, сначала мы говорим LL long-long. Ну, да, логично. Нет, нет. Лонг-лонг. Вот, видите, нелогично. Значит, я... Короче, не пользуйтесь type-dev, а это легоси. Вот, хорошо. Define-ом вообще, тем более. Да. Сказать using int равно std-вектор. Ну, здесь надо понимать вот что. Существует такое понятие в грамматике языка ключевое слово. Вот мне Vim подсвечивает его зелененьким. Ну, или коричневым. Вот, есть слова, у которых предопределенный смысл, и им нельзя придать другой смысл. Такие слова называются ключевыми словами. Нельзя имя переменной сделать таким, и нельзя никак переопределить. Я не могу написать using int равно... Просто компилятор, когда парсит... Когда парсит эти... Когда парсит программу, у этого слова, у него зашитый смысл, он не может быть переопределен. То есть слово int я не могу переопределить на другое. Да. Вот, с define работает. Но это потому, что define работает до компилятора, на самом деле. Компилятор, который именно грамматику языка с++ парсит, он уже... У него смысл слова int зашит. Вот так нельзя писать. Define это штука, которая работает до компилятора. Это припроцессор так называемый. И он делает просто потекстовую замену. Он не вникает в смысл написанного. Поэтому с define можно заменить чего угодно на чего угодно. Это правда. Но уже сам компилятор... Когда дело идет до компиляции непосредственно, а не до препроцессинга, который по тексту замену делает, там уже не получится. Итак, у нас есть три вида юзингов. Юзинг имя переменной. Юзинг... Неймспейс и юзинг тип равно другой тип. Следующее, про что надо рассказать, это конфликты имен и случаи, когда более локальное имя затмевает более глобальное имя. Вот смотрите, в C++ у нас, ну как я уже сказал, есть понятие областей видимости, при этом области видимости вложены друг в друга. У нас есть глобальная область видимости, вот эта. В ней, как бы, фигурные скобочки открывают новые области видимости. Бывают глобал скоуп, бывает неймспейс скоуп, это то, что внутри неймспейса. Бывает класс скоуп, это то, что внутри класса. Ну, бывает там еще... Сейчас, можно? Да. А правда ли, что вот все скоупы, в которых мы сейчас находимся, это все блоки фигурных скобок, в которых мы сейчас находимся? Ну, по сути, да. То есть скоупы, в результате дерева, по фигурным скобкам, ничего сложнее там нет? Ну, не обязательно, ну там, ну как это и всегда бывает в плюсах, в общем, ну как бы да, но наверняка есть крайние случаи, когда можно, когда это утверждение неверное. Ну там, ну идейно да. Скоупы, это по сути вот, да, то, что ты внутри фигурных скобок, внутри фигурных скобок, внутри фигурных скобок. То есть я могу быть внутри неймспейса, внутри неймспейса объявлен какой-то класс, внутри класса объявлена какая-то функция, внутри функции объявлен цикл, и вот внутри цикла ты объявляешь переменную. Скоупы этой переменной, ну то есть получается ты внутри цикла, внутри функции, внутри класса, внутри неймспейса в глобал скоупе. Вот. Ну, понятно, что это дерево в том смысле, что у меня нет циклов, но, ну, как бы да, кажется, да. А вот то, что находится в поле, но не в теле, а типа вот... Да, смотрите, да, смотрите, давайте я вам приведу пример. Вот, допустим, я говорю int x равно нулю, и дальше говорю for int i равно нулю, и меньше, не знаю, 10, плюс-плюсы. Формально я вам не рассказывал про цикл for, но, come on, все все понимают. Ну вот, написал такой цикл и говорю int x равно i, cout x. Что будет? Ну, для начала, это ошибка или нет? Нет. Почему? Потому что в c плюс-плюс можно объявлять более локальные переменные с теми же именами, что были менее локальные переменные. Вот сейчас этот x, это локальный x для вот этого for. И после того, как я объявил внутри for вот этот x, у меня внешний x, он как бы затмился. От ныне и до конца этой области видимости x у меня означает вот этот x. А до этого x я никак теперь не могу достучаться. Вообще никак? Никак. Ну, корректным способом никак. Я, по крайней мере, не знаю, как. А если двоеточие двоеточие x? Вот, двоеточие двоеточие x тебе позволит достучаться до глобального x. То есть, смотри, допустим, у меня была такая ситуация. У меня был x вот здесь. Ну, вот, допустим, у меня был здесь x, который равен нулю. Здесь x, который равен единице. А тут я начал x, равный i делать. И тогда вот отсюда я могу достучаться вот так вот до глобального x. То есть, у меня двоеточие двоеточие позволяет мне либо зайти в namespace, либо обратиться к глобальному скоупу, если я перед двоеточим двоеточим ничего написал. Вот такой синтаксис обращения к глобальному имени. Определение всегда берется из минимального включения. Да. Да. Я всегда могу обратиться к глобальному, вот к самому верхнему x. Вот таким способом. Также я могу обратиться к x, если он был в каком-то namespace или в каком-то классе. А с костандарта двоеточие двоеточие? С самого раннего. Это, там, до, скажем так, классический c++. До c++11 это уже работало. Вот. Также я могу обратиться к namespace или к классу, если был какой-то класс, то я могу к нему обратиться, в x из него. Но если у меня был локальный x, то есть x объявленный функцией, и я его затмил другим, более локальным, то вот к этому x я уже не могу обратиться. Отсюда никак. Нету синтаксис. CE. Ну, ошибка компиляции. Давайте проверим. А, нет, кажется, не ошибка компиляции. А что же он тогда здесь? Есть глобальный. А, есть глобальный. Ну, давайте я закомментирую эту строчку. Вот. Ну, кажется, что это будет ошибка компиляции, потому что... Вот. Понятно. А вот то, что находится в круглых скобках фора, это отдельно? Да. То, что находится в круглых скобках, имеет такой же уровень вложности, как и вот это. Как и то, что внутри фора. То есть я могу объявить, как бы, x здесь счетчиком и выводить x. И это будет, ну, как бы, это будет x на уровне фора. Это один и тот же скоб, то, что внутри круглых... Да, это один и тот же скоб. Если я попытаюсь сейчас объявить здесь x еще раз, то вот это уже будет ошибка компиляции, потому что я в том же самом скобе пытаюсь объявить x второй раз. Redeclaration. В одном и том же скобе переменную объявить второй раз нельзя с тем же именем. Вот. То есть то, что я в скобках фора пишу, считается тем же скобом, что и тело цикла. Вот. Так. Вопросы? Еще какие-то были, нет? Если просто написать фигурные скобки, то будет другой скоб? Правильно. Да. Я могу открывать фигурные скобки без всякого цикла в плюсах. Я могу запросто просто, ни с того ни с сего, открыть фигурные скобки внутри функции и начать что-то объявлять, что-то делать. Потом закрыть фигурную скобку. Вот. И это будет, да, новый скоб, и x будет равен 5, и все нормально. В этом скобе x будет более локальным считаться. Это корректный код, и так можно делать, и так иногда нужно делать. Это иногда полезно. Вот. Как ни странно, ну или я не знаю, кажется вам это странным или нет, вот так иногда делать полезно. Ну, я не имею в виду, что надо прям x объявлять с тем же именем, с которым был раньше. Но иногда полезно открывать фигурные скобки без всякого цикла, без всякого ифа. Зачем? Ну, просто если у вас функция, в которой есть какие-то логические части, там, сначала сделай одно, потом сделай другое, и, возможно, вам хочется, чтобы имена в одной части повторяли имена в другой части. То есть вы там, я не знаю, там, объявили какую-то штуку, с ней что-то сделали, закончили. Объявили штуку опять с таким же названием, но уже сделали что-то другое, закончили. Ну вот такое бывает, и это нормально. Не только еще можно, чтобы деструкторы вызвали. Да-да-да-да-да-да, особенно, ну, это актуально, когда у вас есть какие-то объекты, и нужно, чтобы объекты разрушились, а потом создались новые и сделалось с ними что-то другое. Вот это очень актуально. Даже не столько для повторения имен, сколько для работы с какими-то нетривиальными объектами. Так, ну и... Да. Если мы напишем using namespace, например, там n, и обратимся к двоеточие, двоеточие x, который пишется на майне, он обратится к глобалу или к namespace? Нет, когда вы пишете... Вот, когда вы пишете двоеточие, двоеточие, вы явно говорите, откуда хотите взять x. Вот. И правила другие, да. Если вы напишите using namespace, то using namespace как бы влияет на то, как ищется имя, если вы обращаетесь к нему без уточнения, откуда вы его берете. А если вы пишете двоеточие, двоеточие, то вы явно просите взять оттуда. Поэтому он должен взять глобальный. Кажется. Кстати, не знаю. Сейчас давайте проверим, вдруг я ошибся. Это разгоните x0. Нет, почему? Как раз я не хочу раскаменчивать, потому что я хочу понять, он... А, нет, смотрите, я вас обманул. Что? Как там? С 0 можно? А, ну, вошел в глобальный. Я в неймспейсе. А если индекс равно 1... Значит, я неправильно вам ответил на вопрос. Ха-ха-ха. А если в глобале... Сейчас, какой зволь был, подождите. Он 0, потому что он создал n, и положил вместо мусора число 0. Да, ну, в неймспейсе он... Ну, давайте я здесь, не знаю, 7 положу сюда. А вы из неймспейса вы дернули? Попробуйте раскомментировать индекс равно 0. Да, да. Значит, я ошибся, я вам неправильно вопрос ответил. Значит, я не шарю. То есть это получается или что? Нет, 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 все корректно. Никакого убы. Вы чего? А почему он берет x из неймспейса? Так решил комитет по санартизации. А откуда он берет? У нас тоже создатели? Ну, да. Нет, то есть, а сейчас еще раз как ты... Сейчас что? Да, ну, значит, я неправильно вам сказал. Когда я написал using namespace n, у нас в глобальной области появились все имена из неймспейса, и даже они появились в том смысле, что когда мы теперь ищем их в глобальной области, находим эти имена. После этого корректно в глобальном сведимости писать индекс равно 0. Да, как видите, тогда, но считается, что более приоритетно взять его из этой области, чем из неймспейса. Так, давайте, вот тут я прерву эту дискуссию, потому что кажется, что мы сейчас зайдем слишком далеко. В общем, я не знаю. Можете поэкспериментировать. Это не последний эксперимент, к сожалению, у меня еще есть несколько заготовленных. Что? Можно вот это просто? Хорошо, хорошо, ладно. Ну, ничего не поменялось, от порядка ничего не поменялось. Так, да, ну хорошо, да, ладно, значит, я ошибся. Вот, смотрите теперь, что я еще хотел показать. Бывают ситуации, когда у вас обращение к переменной неоднозначно. Как такое может быть? Вот, например, так, вот представьте, что я сказал intx равно 1, а еще сказал using namespace n, и сказал вот так. Вот. Да, значит, так это работает. Нет, 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 это я локально сделал. Там у меня глобально было using namespace n, а теперь я локально сделал. Разница есть. На глобальном уровне написать using namespace или на локальном, это существенная разница. По поведению, одно и то же. Да. Ну хорошо, вот если я написал intx здесь, а еще у меня есть using namespace в этом же, в этой же области, то вот этот x все еще считается более приоритетным, чем тот. А если поменять порядок? Вот. Если я написал using, если я напишу вот так, то сейчас будет ошибка компиляции в момент, когда я объявляю x, потому что считается, что я уже объявил x вот этим, и теперь я не могу снова объявить x. А если в глобальном скопе using n2.x? Вот. А вот это кажется как раз тот пример, который мне и нужен. Если я в глобальном скопе напишу using n2.x, Ну, хотя да, хотя, казалось бы, это неправильный. Вы не разговаривали с этих вариантов? Теперь еще в глобальном скопе x объявим. Сейчас, подождите, подождите, подождите. Нет, ну это конфликтует с предыдущим объявлением. Нет, это неинтересно. Да, я хотел другой пример. Сейчас я... А, ну, пример, наверное, вот какой нужен. Пример довольно простой. Вот давайте просто у меня будет два namespace, и в одном из них есть x равный 6, а в другом есть x равный 7. И я написал дважды using namespace. Вот. А теперь я обратился к x. Вот сейчас это, скорее всего, будет уже ошибка уровня другого. Reference is ambiguous. То есть, когда я написал using namespace два раза, у меня... Вот эти x и тот, и x, они равноценны, как бы. Но это не считается повторным объявлением. Повторным объявлением считалось только, если я непосредственно x объявил. Вот. Поэтому бывает еще такая ситуация, когда я два раза привнес множество имен какое-то, и если в этих множествах были одинаковые имена, то вот непонятно, какой из них. Если надо привнеснуть через юзимый space, а второе через юзимый, например, nn в этой ночи x. Вот. Тогда кажется, да, что будет... Честно говоря, уже не знаю тоже. Вот. Это слишком сложное... Да. Ну вот, да. Если я какое-то имя явно объявляю, другое через namespace привношу, то приоритетнее то, которое я явно привнес. Но если я привношу их вот так оба, то значит они неоднозначны. Вот. Еще довольно... Иерархия приоритетов. То есть declaration всегда в приоритете того, что принесено через юзимый namespace. Ну да. Получается так. То есть есть всего два типа того, какие перемены у нас могут быть в обстановленности. Либо объявленные явно, либо неявно принесены из другого namespace. Ну... Или все куда сложнее. Все на самом деле гораздо сложнее. Можно в первом приближении так считать. Но если вы хотите... Ну давайте мы сейчас... Наверное, я в какой-то момент открою себе переференс. В общем, правила поиска имен в C++ весьма сложны. Мы с вами увидели верхушку айсберга. Мы еще вернемся к этому разговору когда-нибудь, потом. Но пока что... Пока что, наверное, на этом мы остановимся. В общем, короче, правила поиска имен очень сложные. Они усложняются, когда у нас появляются классы, когда у нас появляется перегрузка функций и так далее. Когда появляются шаблоны, вообще все сложно становится очень. Но пока вот верхушка айсберга такова. Ну да ладно. Ну, понятно, что это такие довольно кринжовые примеры. Обычно никто так не делает. Но вот просто... Это вот последние несколько примеров для того, чтобы вы видели, что все нетривиально на самом деле. Вот, еще есть одна забавная довольно ситуация бывает, когда вы пишете вот так. Представьте, что у меня написано using namespace n, а я решил сказать... Ну вот у меня написано using namespace n, а теперь я хочу сказать using x равно std-vector int. Как вы думаете, что будет? В чем компиляция? Да, будет ошибка с очень интересным сообщением. x redeclared as different kind of entity. Как вам такое? Kind of entity, да. Это очень красивый речевой оборот. Вот, типа вот... Это что-то из теории категории как будто. Да, 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 да. Если у нас в спейсе nn будет x определено, вот сюда вектор int. Вот, но я могу сказать вот так, и это будет корректно. Да, то есть я могу вот так, например, сказать, и нормально. То есть смотрите, во вложенном скоупе я могу x переопределить не просто с другим типом, а с другим kind of entity, чтобы это не значило. То есть вот так будет нормально. работать. Можно сюда, чтобы using x равно cd вектор int, а потом отключить x равно cd вектор long-long? Нет, это будет redecloration. Нельзя, конечно. В одном скоупе нельзя. А если вы сделаете во вложенном скоупе x, то как-то по-другому. Нет, в одном и том же скоупе два раза объявлять одно и то же нельзя. Неважно с каким значением. Ну вот так можно, да. Еще, кстати, довольно интересный пример есть тоже. Вот представьте, что я говорю. Вот у меня есть глобальный x. Вы думаете, вы думали, то был последний пример? Нет. Вот у меня есть глобальный x. И я говорю, int x равно x. Как вы думаете, что это будет означать? Это будет криво. Сначала что-то есть у него правая часть, то что он берет звобу. Вот. И это заблуждение. На самом деле стандарт говорит следующее. Когда вы делаете объявление, существует так называемое понятие point of declaration. Это место в коде, начиная с которого имя действует. И в случае объявлений имя начинает действовать сразу же после знака равно. То есть вот этот x, это вот этот вот x, а не глобальный. Если вы что-то объявляете и говорите, что оно равно самому себе, то это будет, нет. Это будет все равно, что написать просто int x и ничему его не присвоить, потому что вы как бы взяли x и проинциализировали самим собой. То есть он предъявляет с рандомным числом, и вы этим же рандомным числом в него и записали. Копилируется? Да, это корректный код, но там будет рандомное число. Ну, в данном случае ноль. Что? А если глобальный? А мы просто выкидываем. Давайте глобальный один сделаем. Что? Ну, давайте я вам для... Так. В текущем случае давайте главу. Так. То есть это уб? Нет, это не уб... А, это уб, потому что нельзя читать переменную... Это уб, потому что нельзя читать переменную, которая не была проинциализирована до того, как ее проинциализировали. Вы сейчас делаете чтение из переменной, которая не была проинциализирована. Вот. Поэтому формально это неопределенное поведение. Но по факту там ноль записался. Вы же ее инциализировали в этот момент? Нет. Ну, в смысле, вы ее читаете до того, как проинциализировали. Вы сейчас ее читаете. Вот. Которая глобально... Ну, это корректно, да. Можно не писать здесь x. Это все нормально. Да, это корректно. с точки зрения компиляции, но это некорректно с точки зрения рантайма. Вот, хорошо. Последнее, что я скажу в этом пункте, это перегрузка функций и правила одного определения. Вот у вас в тесте во вступительном был вопрос, можно ли сделать вот так. Вот, это можно. Вот, смотрите. Существует так называемая, и ох, сколько, знали бы вы, сколько еще будет подводных камней с ним связано. Но пока что мы на верхушке айсберга. Существует так называемая One Definition Rule или ODR. Оно говорит следующее. Каждая сущность, ну, оно говорит не совсем это, оно формулируется более сложно, но в первом приближении к истине его можно сформулировать так. Каждая сущность в программе должна быть ровно один раз определена. Каждая используемая сущность в программе. В программе или в Transition? В программе. Вот. Сейчас, подождите. А как он это проверяет? На линковке, видимо? Да, конечно. Значит, когда у вас сущность определена несколько раз, то вы получаете ошибку линковки. Точно так же, как если бы она была определена ноль раз. Вот. Использование функции, которая объявлена, она не определена, это ошибка стадии линковки, а не компиляции. А кто знает, что такое линковка? А то я говорю это слово меньше половины людей. В общем, забейте пока на это. Если вы не понимаете, мы в какой-то момент до этого дойдем. Значит. Тем не менее. Каждая сущность в программе должна быть один раз определена, ровно один, если вы ее используете. Это не совсем верно для классов. Для классов есть подвох. Для классов правило звучит так. Класс можно определить несколько раз при условии, что все определения дословно идентичны. Вот. Это сделано для того, чтобы можно было заинклудить один и тот же файл несколько раз, и это не привело бы к ошибке. Астракт можно так же? Да. Ну, стракт и класс ничем не отличаются. А это вообще разочитается определением? Да. Нет. Если вы пишете... Нет, я имею в виду, когда вы написали класс, открыли фигурную скобку и что-то там написали. Если там просто как в хедере, типа там им... Это определение класса. Это определение класса. Определение это когда вы открываете фигурную скобку. То есть, если я написал класс С и открыл фигурную скобку, и не важно, что я написал внутри, я определил класс. Вот, потому что так решил комитет по стандартизации. Если вы написали фигурные скобки, то это определение. Да, это определение. Все, вот когда фигурные скобки сделали, это определение. Вот, функции нельзя определять несколько раз. Можно только один. Вот, даже если абсолютно одинаково. Классы можно. Ну, вот такое вот правило, потому что в хедерах вы определяете классы, и если вы хедер заинклудили несколько раз, то это не должно вызывать ошибку. Если там даже прогнуванс не написано. Вот, с функциями так не работает, но объявлять вы можете хоть тысячу раз. Что на самом деле происходит, когда в хедер файлах обычно содержится объявление функций, не так ли? И вот объявление этой функции можно сколько угодно раз напихать. Я вот объявил функцию f, потом объявил еще раз ее. И вообще сколько угодно раз могу объявить функцию с такой же сигнатурой, с таким же возвращаемым типом. Но определить я могу только один раз. Определить это значит фигурные скобки написать. Вот. Если я второй раз определить попытаюсь, это уже ошибка. Это уже redeclaration. Redefination. Redefination. Именно redefination, а не redeclaration. Не путайте declaration и definition. А вы объясните разницу между инициализацией, объявлением и определением? Значит, инициализация бывает только для переменных. Для функций не бывает никакой инициализации. Поэтому инициализация тут неуместный термин. Инициализация это когда мы переменную чем-то, какое-то значение ей придаем. Для функций бывают объявления и определения. Значит, вот если я написал имя функции, принимаемые аргументы и поставил точку запятой, это я сделал объявление. И объявление я могу сколько угодно раз повторять. Если я открыл фигурную скобку, я сделал определение. И вот определение я могу только один раз написать. То же самое с классом. Я могу объявить класс, написать класс C, точка запятой. Это я объявил его. Объявить я сколько угодно раз могу его. Если я написал фигурную скобку, открыл, значит я сделал определение. И вот определять класс я могу в рамках одного translation unit только один раз, а во всей программе сколько угодно раз, но при условии, что все определения дословно совпадают. Translation unit, то есть в рамках одного файла. Ну забейте пока на классы, мы, срок говоря, классы еще не изучаем, поэтому это так, опять небольшое забегание вперед. Меня пока функции интересует. Почему вообще такое правило, что функции можно сколько угодно раз объявлять? Ну есть очень простое объяснение. Если бы функции нельзя было два раза объявлять, то мы бы не могли сделать рекурсию, которая перекрестная. Представьте, что мне нужно из функции F вызывать функцию G, а из функции G вызывать функцию F. Я не могу использовать функцию до того, как ее объявил. В то же время я не могу определить функцию два раза. Ну то есть вот если мне из функции F нужно вызвать G, а из G вызвать F, я никак не обойдусь без двойного объявления какой-то из этих функций. Понимаете проблему? А? Ну или в двух хедерах может быть одна и та же функция. Да, или в двух хедерах одна и та же функция. Но я просто привожу, даже без всяких хедеров, просто банальный пример. Если мне нужна перекрестная рекурсия из одной функции, другая из другой первая, при условии, что я читаю программу сверху вниз, компилятор читает программу сверху вниз, и нельзя использовать никакое имя до того, как оно объявлено. До того, как оно объявлено. Мне обязательно придется дважды объявить какую-то из функций. Понимаете? Ну вот, мне, допустим, из функции F надо использовать функцию G, а из функции G функцию F. Да. Два объявления. Раз, два. А это же уже определение. Нет, любое определение является объявлением. Вот, это я не сказал, это важно, извините, я забыл. Когда я что-то определяю, я тем самым обязательно его объявляю. Нельзя определить, не объявив. Определение всегда является объявлением, а вот обратно неверно. Вот это объявление, которое не является определением, а вот это и объявление, и определение сразу. Вот. Но для функций еще существует перегрузка. То есть функции я могу объявлять и определять с одним и тем же именем, но с разными принимаемыми значениями. И это не будет считаться повторением. Вот если я сейчас, вот сейчас у меня программа корректная. Я сначала объявил функцию f без аргументов, потом объявил и определил функцию g без аргументов, которая использует f. f я уже могу здесь использовать, потому что она объявлена. Дальше я определил функцию f без аргументов, и в ней использовал g, это корректно. Дальше я объявил и определил функцию f уже с другим набором аргументов, а именно принимающую int. И это корректно, потому что это другая функция, несмотря на то, что у нее имя такое же. А если имя на одинаковое, аргумент одинаковый, А вот так нельзя Значит я могу Объявлять и определять функцию С таким же именем Но другими принимаемыми типами И это корректно Это называется перегрузка функций Вот это называется То есть с одним и тем же именем У меня может существовать функция Принимающая разные наборы аргументов И тип у нее при этом может быть разный То есть такая функция может у меня int возвращать Хотя та была void Вот эта функция пусть будет x плюс 1 возвращать Но Объявить функцию Ну давайте я вам продемонстрирую Что это была корректная программа Она компилируется Понятно что здесь бесконечная рекурсия Если я вызову f реально То будет бесконечная рекурсия Это будет проблема А вот в случае косвенной рекурсии Если сделать их методами в классе То не обязательно предъявляясь Можно делать класс с Да для классов там другие правила Но мы про классы пока не говорим Да Если вы находитесь в классе То все методы как бы считаются сразу объявленными Вы можете их использовать до того как объявили Не обязательно внутри класса Не обязательно объявлять в том же порядке В порядке до использования Внутри класса да Но вне класса это так Да это правильное замечание Вот Так решил комитет по стандартизации Я никак не могу больше это прокомментировать Я не знаю глубинных причин Так это логично Так это логично Так это логично У тебя же это в классе Так решил Вот так решил создатель Ну мог бы порассуждать на эту тему Но не хочу Нет у нас времени на это Вот так вот Перегрузка функций Понятно Понятно что такое перегрузка функций Соответственно если я из кода вызываю функцию От каких-то аргументов То выбирается та функция Которая подходит по принимаемым типам Допустим у меня могла быть еще версия Ф которая принимает дабл И я из мейна вызываю ф от дабл От 0,5 Допустим у меня это f принимает int И возвращает int А еще была бы f которая принимает дабл И возвращает дабл И тогда выбралась бы функция Которая принимает дабл Вот она допустим возвращает x плюс 2 Выберется Ну вот сейчас мне выведется Сколько мне кстати выведется Хороший вопрос Да выведется 2 Почему? Потому что Выберется версия от дабл Прибавится 2 Получится 2,5 Но возвращается та int Поэтому когда будет возвращаться Произойдет неявный каст Неявное преобразование к int И отбросится дробная часть Поэтому получится 2 Давайте проверим А f от 1 А f от 0 это будет 1 Да сейчас Да 1 Ну давайте я закомментирую Сейчас дайте я вам еще одну штуку покажу Важную потом вопрос Чтобы не забыть Вот f от 0 это 1 Выбралась версия от int А теперь внимание Что если я напишу вот так Помните что означает 0.0f Это значит float Тут возникает проблема Компилятору нужно решить Какая версия лучше И у него есть вариант Привести float к дабл Или привести float к int Или сказать что ошибка Не могу выбрать Вот в данном случае Выберется версия от дабл Потому что Помните я вам говорил Что есть понятие промоушен А есть понятие конвершен И промоушен считается Более предпочтительным Чем конвершен Расширить float до дабла Лучше чем обрезать float до int Поэтому сейчас выберется Версия от дабл Но если бы У меня вот здесь Был float А я передаю дабл То как вы думаете Что будет А будет ошибка компиляции Потому что Из вариантов Сконвертировать дабл во float То есть обрезать дабл до float И обрезать дабл до int Для компилятора нет лучшего Они равнозначны И то и другое Является стандартной конверсией И они равнозначны С точки зрения компилятора И будет ошибка На этапе компиляции Вызов функции неоднозначен Не могу решить Какую f выбрать Два есть Две функции с таким именем И они обе одинаково хорошо Ну то есть одинаково плохо подходят Могу сделать конверсию в int Могу во float Не знаю что предпочесть То же самое что у нас было с именем переменной Какой был вопрос Промоушены между собой тоже равнозначно считаются Насколько я помню Промоушен лучше чем конвершен Конвершен стандартный лучше чем определенный пользователем Вот если у вас у функции много аргументов И у вас есть много разных вариантов Каждая функция что принимает То там сложные правила То есть допустим у меня могла быть функция Которая принимает Double double А я передал float Ну допустим у меня есть функция Которая принимает float и double И функция, которая принимает double и float И я передал float и float Опять будет неоднозначность Потому что непонятно, что лучше первый аргумент в дабл поднять или второй в дабл поднять, они обе одинаково плохи. Вот, я хочу обратить ваше внимание, очень заострить ваше внимание на том, что это ошибка компиляции, а не времени выполнения. Неоднозначность выбора имени, неоднозначность выбора переменной, неоднозначность обращения к переменной или неоднозначность обращения к функции, это всегда, всегда, всегда ошибка на этапе компиляции, а не на этапе выполнения. Потому что на этапе компиляции происходит решение, по какому адресу начать код выполнять. Вот. Часто люди думают почему-то, что если я вызвал f и стало непонятно, какую f вызвать, у нас будет в рантайме падение. Нет, у нас не скомпилируется все просто, потому что компилятор обязан, компилируя программу, для каждого вызова функции однозначно его превратить в какой-то прыжок на какой-то адрес выполнения кода. И если он не может этого сделать, он кидает ошибку на этап компиляции. Вот. Ну и последнее, давайте я скажу, что если бы я, допустим, хотел... Ладно, это я верну как было. Представьте, что я вот так сделал. Да и даже не так сделал, просто вот так сделал. Вот, допустим, я написал void f, а потом написал int f. Это ошибка компиляции тоже. Это я объявил функцию f, которая возвращает int и ничего не принимает. Но до этого я объявил функцию f, которая ничего не принимает, как возвращающую void. Вот так делать нельзя. Да, это redefinition с другим типом возвращаемого значения. То есть я могу сколько угодно раз повторять объявление своей функции. Извиняюсь, redeclaration, да, с другим типом возвращаемого значения. Вот. Переобъявить функцию с другим типом я не могу, возвращаемым. Я мог бы, если бы и принимаемые типы были другие. Но вот если принимаемые типы такие же, а возвращаемый тип другой, так уже нельзя. Нормально? Хорошо. Ну ладно. Хорошо? Давайте последнее, самая последняя вещь, которую я скажу, это термин, который я забыл ввести. Вот помните, я вам говорил, что бывает обращение вот такое, а бывает обращение вот такое. Ну, то есть я могу в имени использовать двойное двоеточие, а могу не использовать двойное двоеточие. Это просто термин, я просто буду иногда его в речи использовать, чтобы вы понимали, что имеется в виду. Вот это называется unqualified id. А вот это называется unqualified id. Значит, id от слова идентификатор. То есть x, все имена в совокупности, все имена, все как бы последовательные символы, которые обозначают какую-то сущность, называются идентификаторами. В том числе, если я там класс, двоеточие двоеточие двоеточие. А? Так и переводится. Идентификатор. Нет, как qualify. Квалифицированный, неквалифицированный. Ну как еще? Вот. Идентификатор. Если я обращаюсь к какому-то имени, не используя двойное двоеточие, то это называется неквалифицированный идентификатор. А если используя двойное двоеточие, то это называется квалифицированный идентификатор. Просто такая терминология, если вдруг вы где-то встретите, не пугайтесь. Двоеточие двоеточие x тоже qualified id. Итак, это был параграф 1.3, который назывался объявление, определение и область видимости. Мы можем объявить один на имя спец внутри другого? А? Да, да, мы можем. Внутри на им спеце мы можем объявить и определить другой на им спеце. Кстати, до на им спеце правило одного определения не распространяется. На им спеце вы как бы определяете, потом еще раз определяете. Ну, всякий раз, когда вы снова открываете на им спеце, вы у него что-то дописываете. Но мы про это говорили. То есть оно распространяется на функции и на классы, если мы не переписываем классы совершенно такой же типовый. И на имена, и на переменные. Переменные вы тоже не можете определить дважды, одну и ту же. Объявить. Объявить можете, но проблема в том, что всякий раз, когда вы объявите... Можете, вот, но смотрите, про переменные... Окей, давайте про это тоже поговорим, хорошо, мы еще, значит, еще добавочка. Смотрите, про переменные следующее важное уточнение. По стандарту всякое объявление переменной является ее определением, если только не написано специальное слово, говорящие, что это не так. Вот для переменных правило одного определения работает в классической формулировке. Объявить можно сколько угодно раз, определить только один. Просто, когда я написал int x, считается, что это определение. Не путайте с инициализацией. Я сейчас переменную x определил, но не инициализировал. Инициализировал, это если бы я написал int x равно чему-то там. Да, вот именно это слово и означает, что переменная объявлена, но не определена. Помните, я вам показывал вот здесь вот, или не показывал. Ну вот если я вам открою файл iostream, здесь написано extern stream.seen. Вот здесь seen объявлен, но не определен. Определен он где-то в другом месте. Вот если я для каких-то нужд, если я почему-то хочу объявить переменную, но чтобы это не считалось ее определением, ну то есть, допустим, я заинклудил, я, допустим, пишу header, в котором хочу объявить переменную, чтобы ее инклудили в разные места, и чтобы, возможно, это много раз повторялось, а определение где-то в другом месте будет. Тогда я пишу extern. Но это для локальных переменных нельзя писать, насколько я помню. Это можно писать только глобально или в namespace. Вот. Но это довольно... Оно будет брать его из других translation unit? Да. Все, хорошо. А static разве не считается тоже объявлением? Нет, static, если вы в глобальной области видимости пишете static для переменной, это означает, что вы просто делаете ее доступной только из этого translation unit, но вы, тем не менее, ее все-таки определяете. Мы не доступны для этого translation unit, а мы затемняем ее. Видимой только в этом translation unit. Ладно, я не знаю, давайте не будем углубляться, мы сейчас иначе далеко опять зайдем. В общем, короче, переменные, если вы обычным способом объявляете переменные, то это значит, что вы их и определяете автоматически. А если вы почему-то хотите объявить переменную неопределять, то вам надо написать extern, но мы с такой ситуацией столкнемся, если то еще не скоро, поэтому давайте временно считать, что такого мы не делаем никогда. Как вы решите к одному наименцию, а не к другому? Через двойной двоеточие, двойной двоеточие, двоеточие, двоеточие и так далее. Ну, n двоеточие, двоеточие, n2 двоеточие, двоеточие. Например, 1stdfl system. Непонятно. А классные структуру можно объявлять базы только тогда, если у них по символенно определение совпадает. Ну, не по символенно, а по семантически совпадает. Ну, ну да. Да, в основном, это может быть полезно в одном хедере сделать статичную перемену, что каждый файл резинбал по слову. Все, закрыли тему. Иначе я не готов про это сейчас думать. Это слишком уход в дебри. Внутри namespace могут быть другие namespace, да. И более того, можно даже вот так писать сразу. Начиная с 17, правда, только. Я могу сразу, как бы, что-то добавить в namespace nn, который внутри namespace an. Через двойные двоеточие я могу сколько угодно слоев делать. Он создает namespace? Ну, либо создает, либо дописывает в него, если уже было там что-то. Окей. Поехали дальше. Параграф 1.4 будет называться expressions and operators. А стандартные параграфы такие же? Разумеется, нет. Конечно же, нет. Нет, параграфы, которые я вам здесь пишу, это параграфы в рамках нашего повествования. Разумеется, в стандарте нумерация глав и параграфов абсолютно не такая. И она совершенно не приспособлена для того, чтобы читать ее последовательно. А это из какой-то книжки? Нет, это чисто наша нумерация. Потому что я считаю, что так удобнее излагать материал. Когда-нибудь, возможно, книжка появится, написанная мной, но пока еще нет. Окей. Смотрите, мы с вами сказали, я в третий раз повторю эту важную мысль, что на самом деле программа на плюсах это последовательность объявлений. Но кроме объявлений бывают еще и другие сущности. Ну, другие, скажем так, элементы программы. А какие еще бывают элементы программы? На самом деле, если вы находитесь в глобальном скулпе, то все, что вы можете написать, это разные объявления. Да, но мы это только что поняли. Но вот если вы находитесь внутри функции, то есть если вы находитесь в локальном скулпе, то помимо объявлений вы можете делать еще две вещи. Вы можете писать экспрессионы, выражения, а можете писать control statement, управляющие конструкцией. Это вы можете делать только находясь в локальном скулпе. В глобальном скулпе вы не можете этого делать. И в namespace скулпе не можете, и в класс скулпе не можете. Только в локальном, только внутри функций. То есть на самом деле, есть такое понятие statement, я бы его перевел на русский как инструкция, и вот statement бывают либо declarationами, я упрощаю, если почитать стандарт, там куча краевых случаев, когда это не совсем верная схема, но можно так приближенно опять-таки к реальности сказать, что statement это либо declaration, либо definition, либо expression, либо control statement. Ну declaration, это мы уже разобрали, что такое, когда вы объявляете новую сущность. Частным случаем declaration является definition. И на глобальном уровне только это вы и можете писать. Но если вы находитесь в локальном скоупе, как я уже сказал, вы кроме declaration, можете еще делать две вещи, можете писать expression, а можете делать control statement. Что такое control statement, я думаю, вы догадываетесь, это if, for, while и так далее. Control statement и control flow statement. Ну, control statement это значит инструкция, которая как-то вот меняет поток исполнения, влияет на последовательность исполнения. Control statement это вот одно из if, for, while и так далее, но мы про них поговорим как раз в следующем параграфе. А в этом параграфе мы поговорим про такую замечательную вещь, как expression. На самом деле я бы сказал, что даже, наверное, большая часть того, что вы пишете в коде, это expression, а не declaration. Ну, в функциях это expression, а не declaration. Ну, может быть, поровну expression и declaration вы пишете. То есть, вот у вас есть последовательность вещей, которые, ну, как бы ваша программа это что? Это вот вы написали какую-то функцию и есть тут последовательность вещей, которые надо сделать. И вот каждый из этих вещей, это вы либо что-то объявили, либо сделали expression, ну, либо еще control statement. Что такое expression? Выражение по-русски. Это очень трудно формально определить, что это. Формальное определение того, что такое expression занимает, наверное, целую страницу или две очень мелкого текста. Ну, вот у вас уже была первая лекция по мат-логике. Я, правда, не знаю, вам вот вводили определение формулы? Нет еще. Ну, вот, возможно, на второй лекции вам это сделают. Но вот, значит, в какой-то момент вам Даниил Владимирович ведет определение формулы. Формула это, значит, ну, она определяется рекурсивно, да. Это, это, как бы, вы такую строите грамматику. Вы говорите, что формула это либо скобочки, а внутри нее другая формула, либо формула и другая формула, либо формула и или другая формула. И так вы, как бы, разбираетесь шаг за шагом, из чего состоит ваша формула. Либо на нижнем уровне это, там, просто имя переменной. То же самое с expression. Формальное определение expression, это просто, как бы, это либо какой-то саб-экспрэшн, оператор, другой саб-экспрэшн, либо какой-то саб-экспрэшн, оператор, третий саб-экспрэшн и так далее. Но неформально говоря, формальное определение expression, может, я вам покажу вот на следующей паре, в смысле, вот, когда я после перерыва. Но неформально expression, это просто вот набор некоторых переменных и литералов, соединенные между собой операторами, ну и скобками. Да, ну, например, там, x плюс 5, это expression. Или cout x, это тоже expression. Вот я вам говорил, что cout x, что это на самом деле такое? Это оператор вот такой, вызванный над объектом cout и переменной x. Вот. Ну и можно сколь угодно длинные expression составлять. Точка с запятой, это типа оператор? Вот, точка с запятой, это специальный символ, который обозначает границу инструкции. Инструкции или выражения? Ну, инструкции бывают как объявлениями, не только выражениями. Точка с запятой отделяет один statement от другого, но в роли statement может быть как это, так это, так и это. Вот. Ну и... Сейчас выражение, оно, expression, он считается вместе с точкой запятой, или без него, это тоже expression, как бы, их можно соединять. То есть, как бы, если у нас есть два expression, можно их плюсом, допустим, соединять. Или нет, или expression это то, что уже закончено. Ну, можно в expression выделить под expression. Ну, как бы, expression составляется из других expression, да. Можно два expression с этим плюсом, получится новый expression. А вот как только он в домашечку запятой, это станет statement? Да. Ну, наша сейчас цель поговорить про операторы и их действия, про такие базовые операторы. Не всегда. Ну, нет, нельзя так сказать. Потому что, если вы, допустим, складываете два int, то никакую функцию вы не вызываете. Вызов функции это expression, но не обязательно expression это вызов функции. Ну, вот сложение двух int, то это не вызов функции. То есть, не оператор плюс функции, а них это как-то более... Чего-чего? Ну, у int это плюс не считается, не весь функции. Да, вызов плюс это не функция. Но у более сложных объектов плюс это... Но для некоторых объектов оператор плюс может приводить к вызову функции. Но, тем не менее, нельзя утверждать, что expression это вызов функции. Вот. Давайте поговорим о том, какие мы знаем операторы. Ну, наверное, мы все знаем операторы плюс-минус, умножить, разделить. Ну, правильно я говорю, что это бинарный плюс, бинарный минус, бинарная звездочка, бинарный слэш. Значит, процент. Какие мы еще знаем бинарные операторы? Вот такой оператор, вот такой оператор. Вот такой оператор, вот такой оператор. Кто умеет писать этот символ от руки? Поздравляю вас. Нам много раз предстоит написать его в нашем курсе. От руки. Я всегда, я очень, мне очень забавно смотреть на людей, которые в конце первого курса на бумажке пытаются написать этот символ и не могут на экзамене. Ну, ладно. Возможно, еще пока не знаю. Так. Вот такой оператор есть еще. Есть вот такой оператор логической, есть оператор логической или. Какие еще мы помним бинарные операторы? Спейсшип. Ну, операторы сравнения, да. Значит, меньше, больше, равно, сравнение, не равно. Меньше или равно, больше или равно. Да, присваивание тоже оператор. Ну, еще, начиная с C++20, есть вот такой оператор, но сейчас мы про него не будем говорить. Да. Значит, вот про этот оператор я сейчас не буду говорить. В какой-то момент мы про него поговорим, но пока забьем на него. Значит, окей, вот эти операторы. Ну, это не все, конечно, операторы, я сейчас выпишу остальные. Ну, вот про эти операторы особо нечего говорить, мне кажется, и так понятно, что они делают. Я имею в виду только для стандартных, я имею в виду стандартные типы. Понятно, что для своих типов вы можете переопределять действия операторов, но я сейчас говорю лишь о том, как операторы ведут себя над стандартными типами. Да, если у вас, ну, значит, оператор, что он делает? Он берет, значит, левую часть, правую часть, выполняет некоторые действия и возвращает значения. Вот над стандартными типами понятно, что делают эти операторы. Понятно, как работа с сложением, считаем, множением, делением, вот это все. Они определены для целых чисел, а вот эти операторы определены еще и для дробных чисел. Понятно, что делают сравнения. Понятно, что делают вот эти операторы. Они тоже определены для целых чисел. Это побитого и или, побитого и, побитого и XOR. А для торопения разве неопределён по битому XOR? Насколько я помню, нет. Для флуантинг-поинт чисел неопределён. То есть нужно это касс делать. Я не знаю, зачем может быть нужен XOR для... А, о, хорошо, ладно. Нет, ладно, я не хочу углубляться в это. Так, вот это логические и или. В чём разница между логическими и побитыми операторами? Побитые операторы принимают целое число и возвращают целое число, а логические принимают в Bool и возвращают Bool. Соответственно, конверсия происходит в Bool неявная, если вы целое число им передали. Буль. Вот это вот принимает Bool и возвращает Bool. Соответственно, если вы передаёте ему int, то он неявно конвертирует их в буль и возвращает вам буль. Вот про эти два оператора следует сказать важную вещь. Они вычисляются лениво. Вот про предыдущие операторы это неверно, а про вот эти два оператора это очень важно. Они вычисляются лениво и это гарантируется стандартом. Что это значит? Это значит, что если у вас есть, ну я не знаю, вот вы хотите, например, проверить, что у вас размер вектора там хотя бы 5 и V4 чему-то равно, представьте, что у вас размер вектора меньше 5. Тогда обращение к V4 вообще говоря это некорректно. Вы можете обратиться к памяти, которая вам не принадлежит. За границу массива вы обращаетесь. Но вот этот оператор вычисляется лениво. Это означает, что правая часть не вычисляется, если левая ложно. Вот про этот оператор гарантируется, что он сначала проверяет на истинность левую часть и только если она истинна, проверяет на истинность правую часть. То есть вот так писать безопасно. Не будет ничего плохого. Что ну? Бранч предикшн. Никакого бренч предикшн. Гарантируется стандартом, что компилятор не имеет права вычислить вот это, начать вычислять это. Процессор начнет делать? Нет. 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 Компилятор не имеет права генерировать для процессора такой код, при котором это начнет делаться раньше, чем это. Компилятор не имеет права. Процессор не начнет. Это безопасная запись. Ну в смысле, процессор может там как-то что-то оптимизировать, но компилятор гарантирует вам, что это не сделается, пока вот это не сделается и он не убедится, что тут истина. Именно в этом и смысл ленивых вычислений. Нет, никакой бренч предикшн тут не сработает. Процессор не будет этого делать. Ну то есть процессор он ничего не решает, компилятор решает. Задача компилятора... Процессор запредиктит, что первое условие true и пойдет вычислять второе. Что вдруг процессор? Процессор запредиктит, что первый слой верно, потому что часто размеры вектор больше равнометии. Соответственно пойдет вычислять второе. Нет. Потом он просто откатит состояние регистров, да, но он так делает, причем очень регулярно. Нет, он не будет, но он не должен так делать. Он так делает, все современные процессоры так делают. В смысле, ну вот в этой конструкции он не должен так делать. Все современные процессоры так делают, но просто откатывают состояние до выполнения второй операции. Но на самом деле состояние откатывается не до конца и поэтому там всякие веселые уязвимости бывают. Вы мне хотите сказать, что он все равно будет обращаться к индексу, несмотря на то, что условие ложно? Да, и поэтому это самое большое удивление, что можно так получить доступ к любой ячейке памяти из-за branch prediction. Ну а там кэши не до конца откатятся. Он кэш процессор или один кэш не до конца откатится и как бы из-за этого в нем останется значение V4. И тем самым этот спектр, ну да, он будет по этим ключом. То есть компилятор этот код сгенерирует термальный, но процессор все равно как бы пойдет дальше. Ну, я понял. Так, 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 так. Сейчас, я думаю, может ли это привести к ошибке тогда? Ну, не может быть. Почему? Потому что процессор гарантирует то, что он откатится нормально. А, я понял, хорошо. Ну, то есть, все понятно. На поле нижнем может не работать. Да, я понял, все, окей. Ну, то есть, так делать все еще безопасно в том смысле, что вы не упадете из-за того, что обратились к ним в своей ячейке. Окей, хорошо, я понял. Понятно, что процессор может что-то соптимизировать и что-то здесь предвычислить, но вы гарантированно не упадете, потому что, ну, короче, потому что так написано в стандарте. Вот. Аналогично с оператором вот этим. Только наоборот, если здесь ложь, он не будет вычислять это. Если здесь истина, то он не будет вычислять это. Ну, то есть, хорошо, опять не будет вычислять в том смысле, с точки зрения C++ не будет вычислять. То есть, компилятор не сгенерирует ему код вычисления этого, если вот этот код, который сгенерируется компилятором, будет таким, что в нем вычисления вот эти будут отсутствовать, если здесь не то значение. Вот так корректно сказать. На уровне C++ вот этих вычислений не будет, если тут не то значение, которое должно быть. Вот что значит ленивое вычисление. И это удобно, потому что вы можете быть уверены, что так вы не упадете. И что здесь ничего не произойдет плохого, не произойдет каких-то нетривиальных действий, если тут было условие не выполнено. Да, ну хорошо. Давайте другие операторы рассмотрим. Ну, давайте еще какие-нибудь операторы рассмотрим и потом перерыв сделаем. Ну, давайте рассмотрим операторы присваивания. Вот есть оператор присваивания, а также операторы составного присваивания. Есть оператор плюс равно, минус равно, умножить. Короче, вот эти все операторы только со знаком равно. Слэш равно, процент равно. А плюс, плюс, минус, минус? Потом рассмотрим их. Значит, ну вот такой оператор равно, вот такое равно. Ксор равно. Вот такое равно, такое равно, такое равно. И что еще? Ну и вроде все. Двойное тоже есть. Какое двойное? Нет, двойного нет. Не-не-не, с двойным нет. Вот, что с этими операторами, можно сказать? Они, ну это операторы присваивания и составного присваивания. Вот про них уже имеет смысл чуть-чуть подольше поговорить. А что про них, например, можно сказать? Ну, например, можно сказать, что какое у них возвращаемое значение у этих операторов? Вот интересно. Если я пишу x равно, не знаю, y, то вот что, если я решу вывести значение, вот там, в cout, да, значит, вернется то, что получилось после присваивания. Да, то есть cout x присвоить y вот так. Ой. Да, ну, это все. Значит, ну, я сейчас не, пока еще не вводил этих терминов, но вообще да. Вот, cout, вот если я напишу так, то мне выведется то значение, которое после присваивания получилось. Вот, но хуже того, ну, или лучше того, я не знаю, я могу результату присваивания снова что-то присвоить. И это будет как если бы я присвоил x, то есть мне возвращается не просто значение, которое получилось, а мне возвращается как бы, ну, правильно сказать, мне возвращается ссылка на то, что получилось. То есть я вот, прям вот та самая переменная, которая получилась и возвращается. В отличие от обычного плюса, когда мне возвращается новое значение, тут как бы возвращается сам x, ему снова можно присваивать. Вот это называется L-value. Значит, вот давайте я введу понятие L-value, R-value. Так, на интуитивном уровне и мы закончим. Ну, перерыв сделаем. Вот, результаты вот этих вот операторов называются, являются выражениями, которые имеют вид L-value. А результаты этих операторов это выражения, которые имеют вид L-value. Почему? Ну, во-первых, что такое value L, L и R? L от слова left, R от слова right. Значит, выражения подразделяются на как бы left и right в зависимости от того, можно ли им снова что-то присваивать или нельзя, условно. Это очень, это очень, это лишь первое приближение к истине. Формально там все гораздо сложнее, опять-таки. Но исторически, как бы, каждое выражение относится к одной из двух категорий. Либо left value, либо right value. Left в том смысле, что ему снова можно что-то присвоить. Вот результату плюса нельзя снова ничего присвоить. Это как бы временное значение, которое не является никакой переменной. А результат присваивания, это как бы некоторая переменная. В данном случае опять x, который получился. И вот ей можно что-то присвоить. То же самое со всеми остальными присваиваниями. А именно вот плюс равно, минус равно. Я могу, например, написать x плюс равно y и еще плюс равно 5. А x плюс равно y и плюс равно 5 тоже. Да, могу, ну, могу любую последовательность этих присваиваний написать. То есть получится, что я к x сначала добавил y и вот здесь как бы мне снова вернулся x. А потом я еще к x добавил 5. То есть от того я как бы к x добавил y и еще 5 добавил. Вот эти вот все выражения, то есть вот эти операторы на выходе дают value, которое называется lvalue. l от слова left, что им можно присваивать.